Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю и мы с вами дадим комментарии по этой истории. Случайно наткнулась на ваш блог в YouTube и стала смотреть его за дня в день. Вы классная! Очень хотела бы поделиться с вами своей неординарной историей. У меня не складывается личная жизнь в России с самого детства. Я увлекалась Востоком, посещала только восточные страны, типа Египет, Турция и так далее. В год летаю 2-3 раза. Турция стала настолько родной, что в голове обдумываю переезд в дальнейшем. Два года назад познакомилась в отеле с аниматором, не такой, как все современные, идеальные знания языка, и ему, к слову, 25 лет. Стали проводить время вместе, все очень затянулось 4 раза и ездила к нему и всегда проводила время только с ним. Никаких сладких слов, обещаний или поступков определенных. Хорошее общение и времяпрепровождение. Сказал под алкоголем всего лишь один раз, ты понимаешь, что я рассматриваю тебя в дальнейшем для своей жизни. Типа вопрос такой задал. Когда я полетела четвертый раз в октябре этого года, мы виделись совсем мало, и в скором времени он уехал в свой город. Я чисто случайно познакомилась с одним из администраторов отеля. Красивый брюнет со светлой кожей, серыми глазами, знание русского языка на ноль. Своя квартира, машина сразу же позволил сесть за руль. Встречи были два дня, ничего серьезного я не позволила. Но поняла одно, что этот человек совсем другой, не как первый. И именно такого я бы хотела видеть рядом с собой. 30 лет серьезный, робкий, в меру стеснительный, такой приятный и энергетически подходящий. Общаемся мы месяц, 24 на 7. Был женат, остался маленький ребенок. Сказал, что не откажется от меня и докажет свои намерения. Ждет на Новый год в гости. Но предложений по финансовой помощи не поступало. Я думаю, это имеется в виду покупка билетов. Я ему сказала, прилечу раз, два, а потом что? А потом ты останешься навсегда и позволь только узнать нам друг друга получше. Относиться к случившемуся не как к случайному событию, а как к судьбе? Один такой родной, он живет себе в кайф, забивая на меня. А другой, казалось бы, со стороны идеального мужчины для идеальной жизни. Пожалуйста, хочу разобраться в данной ситуации и понять, стоит ли держать их рядом, или все же это иллюзия сладкой жизни, или какие-то мои комплексы. Девушке я запросила, это история для видео, она писала, да. Знаете, как хочется сказать, когда не знаешь, что делать, ничего не делай, или когда не знаешь, из кого как выбрать, никого из них не выбирай, они покажут себя, пройдет время, и ты поймешь, кого нужно выбирать. То есть они себя проявят каким-то образом, негативно или позитивно, когда ты сможешь сделать выбор, определиться. Ну что я могу сказать? По-первыхому, мне кажется, там вообще выбирать нечего, и ждать нечего, потому что он ничего не обещает. Вы уже четыре раза ездили, сколько там вы общались? Два года общения, и обещаний ноль. Один раз под алкоголем он там что-то где-то сказал. Это прям, знаете, ощущение высасывания из пальца обещаний каких-то, которых на самом деле в реальности и нет. Ну, брякнул там что-то под алкоголем, ну, в реально этой жизни. Без алкоголя ничего не говорил, не обещал. Ну, как вы и написали, что он как бы наплевательски относится, на мне не фокусируется, просто наслаждается жизнью. Как бы, а что там вообще ждать от него? Ждать нечего, короче говоря. То есть этот вариант, вот если так рассуждать, то как бы все, до свидания. Ни о чем вообще перспектив ноль, ничего. А второй парень, с которым вы немножко общались несколько дней, а потом вот уже общаетесь месяц. Вообще, в принципе, рано вообще, как сказать, на что-то тут залипать, что-то ждать. Надо пустить на тормоза ситуацию, точнее расслабиться. И пусть он общается с вами, так ни к чему не обязывает. Позвал на Новый год, как вы сказали, нет финпомощи, как я поняла, не предложил купить билеты. Ну, не едьте. Если он скажет, ну что ты, дорогая, прилетаешь ко мне на Новый год? А вы ему отвечаете. Я так хочу, мне так бы было приятно встретиться. Ну, а билеты и вопросительный знак. То есть, если у вас нет денег, и вы не готовы их сами покупать, как бы, а вы что, на палочке верхом туда поскачете, в Турцию, правильно? Как бы, а как вы поедете, если нет такой, например, финансовой возможности? Или можете прям сказать, у меня нет денег, но есть время, да, и могу приехать. Как мы будем решать этот вопрос? Можно вот так, я бы спросила. То есть, по сути, если он сам не предлагает, но при этом спрашивает, приедешь ты или нет, ну, приеду, дорогой, а каким образом я поеду, да, то есть какие условия финансовые для этого, да, то есть ты мне поможешь, например, билет мне купишь, ну, по сути, что здесь такого нет? А когда девочки стесняются быть, типа, меркантильный и плохой, задавая вопросы, спрашивая, типа, там, типа, стрёмно спросить про билет, про... Будет думать, что я расчётливая или ещё какая-то? Ну, вы же не деньги на руки просите, вот всё, что я всегда хочу это отметить. Вы же не говорите, дай мне деньги, я куплю билет. Пожалуйста, открыл интернет-сайт, спросил у тебя паспортные данные, там, честно, нужен-то дата рождения, фамилия, имя и номер паспорта. Ввёл, сам оплачивая со своей карточки какой-то там ман или ещё что-то. Вы к деньгам не прикасаетесь, ты хочешь увидеть, хочешь купить билет? Пожалуйста, не надо ничего, какие-то деньги куда-то пересылать. Это же всё онлайн происходит, сайты в каждой стране работают. И карточкой онлайн можно платить везде, как в Турции, в России, там, ещё в других странах во всех. То есть, как бы, вот этот вопрос, меня меркантильный посчитают? Ну, вы же не просите денег прислать, конкретных наличку, там, чтобы вы сняли где-то в банке на какие-то там свои, не знаю, проблемы, там, услуги оплатить или ещё что-то. Он сам покупает билет. Он выбирает дорогой билет купить, подешевле, там, время полёты. От этого же ещё цена билета зависит. То есть, где тут меркантильность-то какая? Я вот что-то не понимаю, честно говоря, в чём она. И про второго мужчину. Как бы тут ещё вообще рано о чём-то говорить. Про него, да, закончу. Потому что он что-то там вроде начинает обещать, но пусть доводит до конца. Вот первым поступком, по которому вы будете о нём сидеть, вот эти билеты, если это такой проблемный вопрос для вас, то, пожалуйста, пусть покупают билеты. Вот посмотрите на него по поступкам. И вы мало общаетесь, ещё рано о чём-то говорить. Вообще, как бы, обсуждать что-то. Ну, поедете когда, пообщайтесь, как вы правильно в письме, он вам написал, ну, пообщаемся ещё. Тогда будет что-то видно и понятно. Короче, первого мы отметаем ни о чём, второго смотрим на расстоянии, как он себя проявляет, делает ли поступки. И сам вопрос, пожалуйста, хочу разобраться в данной ситуации и понять, стоит ли держать их рядом, или всё же это иллюзия сладкой жизни или мои комплексы. Что значит держать их рядом? Мне кажется, изначально вам ни тот, ни тот не нужен. Ваша цель просто переехать в Турцию. Вот и всё. И эти мужчины, ну, как определённый, скажем так, трамплин для переезда, да, вы их рассматриваете. Как вы и сказали, я любила Восток, летала в Турцию, мне нравится страна. Я рассматриваю Турцию уже несколько лет для того, чтобы переехать. Просто вам приятно это общение, а цель ваша другая. То есть не в любви тут совсем-то дело, а ваша надежда на изменение своей жизни или, там, не знаю, жизненного какого-то статуса, вот как переезд. То есть по факту не мужик вам нужен. Но это тоже имеет место быть, почему нет. И если вы так это рассматриваете, то, конечно, нужно фокусироваться на второго, потому что первый вообще ничего не обещает, никакого ни переезда, ни отношений, ничего. Вообще. Просто ноль. Так что, мне кажется, у вас вообще всё понятно в этой ситуации. Вам просто нужно дать время развитию вот этого общения, посмотреть, как вопрос будет с билетами с этим мужчиной, и будете принимать какое-то решение. Вот на данный момент тут нечего, не из чего вообще выбирать, и пока что нечего ждать. Так как второй просто красиво говорит. Красиво ли он делает, непонятно. Как вы говорите, зовёт декабрь, а уже там декабрь. Когда вы мне писали это своё письмо, сейчас посмотрю, когда вы его написали. В ноябре вы мне его ещё писали, но всё равно. Может, кстати, у вас что-то изменилось, напишите в комментариях, подведите мне на почту, как у вас ситуация. Ну, короче говоря, тут пока что ещё не о чём рассуждать, и, знаете, не ваше там верить в любовь какую-то или во что-то. Просто пока что начались хорошие, красивые слова. Там видно будет. Девчонки, пишите комментарии девушки под видео, что вы считаете, каким нужно себя повести в такой ситуации. Я вообще вам посоветовала честно, если вам хочется переехать, переезжайте, ищите работу, например, на следующий туристический сезон, или по вашей профессии, если это не туризм, как вы здесь можете работать и так далее. Короче говоря, пытайтесь переехать без мужчины. Это тоже, в принципе, возможно, если вам это действительно хочется. А просто разменивать себя на мужиков непонятных, как бы несерьёзных, на самом деле цель переехать, вы сильные, вы сможете и без их помощи подобной, никого не сидеть, не ждать, кто бы там меня взял, перевёз и так далее. Поэтому всё в ваших руках, вот я к чему веду. Спасибо за внимание, под видео у меня всегда есть почта для ваших писем, вопросов или записи на психологические консультации. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.